Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева, за режиссёрским пультом Марина Вгородова, Николай Слепцов. На календаре 24 июня, четверг, и сегодня в нашем выпуске мы поговорим об актуальном, о сортировке и разделении мусора, а затем затронем тему постковидного синдрома, пообщаемся с психологом. Не забывайте, что мы всегда работаем только в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы нашим гостям. Телефон в студии прежний 320066-32166. Также работает наш WhatsApp номер 8-964-428-8818. Вы знали, что за год один человек производит 0,5 тонн отходов, и 95% из которых складируется на свалках, выделяя токсичные вещества десятки, а то и сотни лет. А ведь от 60 до 80% мусора составляет вторсырьё, возможное для дальнейшей переработки. И организуя раздельный сбор мусора дома, издавая отходы по видам, люди способствуют улучшению экологической обстановки. Более подробно о сортировке мусора сегодня нам расскажут специалисты регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по центральной зоне Республики Саха-Якутия компанией Якутск-Экосети. Это Варвара Федотова, начальник абонентского отдела, и Михаил Дахунаев, начальник договорного отдела. А также в нашей студии сегодня Александр Никитин, заместитель директора Якутской экологической компании. Доброе утро. Доброе утро. Давайте для начала объясним нашим телезрителям и радиослушателям, что такое разделение мусора и вообще для чего это нужно. Давайте я начну, да, как, можно сказать, эксперт по раздельному сбору, Александр Никитин. Знаете, разделение вторсырья — это когда мы стараемся отделить от общего мусора полезные фракции и сдать их в дальнейшем на переработку. А что такое вторсырье вообще? Проще рассказать на конкретном примере. Это, например, картон, пластиковые бутылки, алюминиевые банки. То, что можно в дальнейшем сдать на переработку. И подарить новую жизнь. Да, подарить новую жизнь. Кто должен обустраивать контейнерные площадки в частном секторе? Созданием санитарных точек, площадок накопления твердых коммунальных отходов занимаются органы местного самоуправления или же собственники земельных участков и управляющие компании. Также муниципалитет разрабатывает схему размещения мест накопления ТКОВИ и ведет этот реестр. Этот реестр необходим для урегулирования вопросов организации площадок и их учета. Реестр мест накопления твердых коммунальных отходов – это база данных о таких площадках, где указан собственник, на каком покрытии, какое количество контейнерных банок установлено, кто их обслуживает. Также законодательством предусматривается возможность создания площадок для других лиц, например, юридические лица или индивидуальные предприниматели. Они могут в письменной форме подать заявку в орган местного самоуправления для создания своей санточки и по итогу получают либо решение, либо отказ, либо положительное. — Вы сейчас говорите о контейнерах обычных, к чему мы привыкли, которые стоят в каждом дворе. Александр, а как Вы решаете, в каком месте нужно поставить Ваши цветные контейнеры с разделением мусора? — Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле наша компания функционирует достаточно недлительное количество времени, и на первых этапах нашего развития мы сами звонили в управляющие компании и старались выбирать точки с наиболее большим количеством жителей. Например, крупные жилые комплексы, такие как 203 микрорайон, это, кстати, первый район нашей установки. Сейчас же ситуация немного изменилась. Управляющие компании сами обращаются к нам, либо же к нам обращается инициативный союз жильцов, либо же компании, такие как, например, Сбербанк или Алмазаргенбанк, и уже по их инициативам мы устанавливаем в конкретном месте. — А сколько в городе на сегодняшний день таких контейнеров? — На сегодняшний день у нас 35 точек раздельного сбора. — Ага. Михаил Варвара, скажите, ореол Вашей деятельности каков потом? Я же Вас огласила как по центральной зоне Республики Саха-Якутия. Это какие зоны? — В центральную зону Республики Саха-Якутия, то есть мы охватываем город Якутск, пригороды, городской округ Жатай, и Улусы — это город Покровск, Бердегастёк, горный район, и Хангала. — Близлежащий, получается. — Близлежащий, намский. — А если я, допустим, проживаю в частном секторе, вот я недалеко от города, да, и не заключала договор с региональным оператором, почему я должна платить именно Вам? — На этот вопрос отвечу таким образом, что, опять же, действующим законодательством обязанность по заключению договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами возложена на самого собственника, собственника твердых коммунальных отходов. В связи с этим отсутствие договора, заключенного в письменной форме, не освобождает его потребителя, то есть, от обязанности оплаты за вывоз Тыкова. Также можно добавить, что договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, он является публичным, и, соответственно, то есть, услуга является коммунальной. — А предусмотрены ли льготы по оплате услуги по сбору и вывозу мусора? Куда обращаться по этому поводу, чтобы получить эту льготу? — Добрый день, уважаемые слушатели. Я бы еще хотела дополнить Михаила, что для заключения договора возможно подойти к нам в офис на Курошова, 28-3, с документами о собственности на данное помещение и паспорт, и справку форму 3 с регистрационного стола, паспортного стола. Мы работаем с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов, обед у нас с 13 до 14. Просим подходить для заключения договора, ну, по факту, и по льготам. Так как твердые коммунальные отходы являются коммунальной услугой, то каждый собственник имеет право на получение субсидий, как и другие коммунальные услуги. Просим обращаться... Этим занимается агентство субсидий. Просим обращаться на Курошова, 1-1. Если вы получаете льготы, субсидии, то просим обращаться и по нашей коммунальной услуге. А кто это? Можете перечислить? Кто может получить такую льготу? Такую льготу... Какие категории граждан? Многодетные, малоимущие, инвалиды. У них расчет от... Как сказать... Ну, подробности узнавать, получается, в агентстве субсидий, да? Да, в агентстве субсидий. А вот если я, к примеру, являюсь собственником двух квартир, но живу, понятно, что в одной, да? Почему я должна платить за обе, за вывоз мусора? По 354-му постановлению Российской Федерации... Сейчас... При отсутствии постоянной и временно проживающих коммунального услуга обращения с ТКО начисляется на собственников. И время расходов лежит на каждого собственника, так как это норматив был принят Министерством ЖКХ и энергетики, рассчитывается на количество проживающих либо собственников. Поэтому обязаны платить все. За обе квартиры, получается? Да, за обе квартиры. Александр, у меня вопрос к вам. А вы с какой частотой вывозите в ТОР сырье свое? Вы знаете, этот показатель очень зависит от того, откуда мы вывозим ТОР сырье. Либо же это урны раздельного сбора, либо же это предприятие. Но, как правило, мы начинаем с вывоза по заявкам, чтобы понять, насколько быстро накапливается та или иная точка. А в дальнейшем переходим на график. Варвара и Михаила сказали, что нужно сделать для того, чтобы, если я живу в частном секторе, поставили контейнер для мусора. А вот в вашем случае, если я хочу, чтобы в моем дворе поставили цветной контейнер с разделением мусора, что нужно сделать, куда обращаться? Вы можете обратиться к нам напрямую, если вы представляете союз жильцов по нашим соцсетям, либо же на наш контактный номер. Мы с радостью ответим на любые ваши вопросы. Либо же вы можете обратиться через управляющую компанию. У нас хорошая связь практически со всеми управляющими компаниями нашего города. И я думаю, мы договоримся. А дорого ли это будет? Стоимость урены вместе с установкой и дальнейшим обслуживанием 50 тысяч рублей на данный момент. Итак, Михаил, Варвара, снова к вам вопрос. А вообще насчет оплаты, да, раз мы заговорили об этом. Как производится перерасчет в связи с временным отсутствием жильцов? Временным отсутствием жильцов является отсутствие более пяти полных календарных дней. И если человек уезжал более пяти календарных дней полных, то он по приезду в течение 30 дней должен предоставить подтверждающие документы. Это могут быть авиабилеты, либо билеты с железнодорожных путей. Также с гостиницы могут быть какие-то документы. Либо санаторно-курортного, санаторно-курортных... Ну, если отдыхал в санатории, да, документы? Да, или в стационаре находился человек, приходит, пишет заявление, предоставляет все подтверждающие документы и обязательно получит перерасчет. Либо учится в другом городе, в другом наследии, как говорится. Или работает с места работы, с места учебы тоже. Но каждые полгода просим обновлять с учебного заведения и с места работы. А как быстро сделается этот перерасчет? Перерасчет делается по 354-му постановлению в течение пяти дней. Пяти рабочих. Быстро, да? Да, быстро делается. А в условиях пандемии вот нужно приносить лично, да, документы? Или можно это как-то вот онлайн сделать, в электронном варианте? Можно онлайн тоже сделать, на электронную почту нам направить. На сайте все данные размещены. И консультируем по телефону 3190-51. Также можете подходить. Работаем, да, принимаем по три человека. Не более трех человек. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях гости специалисты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по центральной зоне нашей республики. Это компания «Якутская эко-сети», Варвара Федотова, начальник абонентского отдела, и Михаил Докунаев, начальник договорного отдела. А также у нас в гостях Александр Никитин, заместитель директора «Якутской экологической компании». Мы сегодня говорим о сортировке отходов и раздельном сборе мусора. Мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию и задавайте вопросы нашим гостям. Телефон студии прежний 32 00 66 32 11 66. Звоните, задавайте вопросы. И также работает наш WhatsApp номер, напомню его, 8 964 428 88 18. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. После рекламы вернемся в студию и вновь поговорим о раздельном мусоре. Доброе утро еще раз. Программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о сортировке мусора. Сегодня у нас в гостях специалисты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Якутск Экосети». Это Варвара Федотова и Михаил Дахунаев, а также в студии Александр Никитин, заместитель директора «Якутской экологической компании». Друзья, мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы по сортировке мусора. Телефон студии 32 00 66 32 11 66. Итак, скажите, пожалуйста, кто устанавливает стоимость услуги за вывоз мусора? Давайте я отвечу на этот вопрос. Обращение с твердыми коммунальными отходами является регулируемым видом деятельности. Соответственно, предельный единый тариф устанавливается для региональных операторов, утверждается Государственным комитетом ценовой политики. Мы работаем по утвержденным тарифам в госком цене. А как можно оплатить? Каковы способы оплаты? Оплаты производятся в любой кассе энергосбыта на почте России, в любом отделении почты России. Также в Сбербанке, в Массергенбанке. Можете туда подойти, там тоже вам подскажут, как оплатить. Также онлайн, можно с любой карты оплатить через онлайн-сервис. Также принимается МУП РКЦ Жатай для жителей Жатай, городского округа Жатай. И через портал Еякутия Госуслуг. Но это вы говорите для тех, кто живет в частном секторе, да? Нет, это для всех. Для всех. Ну, хочу подчеркнуть, что в отделениях энергосбыта принимается только, за нашу услугу принимается пока только наличными. Также можно в офисе у нас оплатить через терминал. Принимаем. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы вот купили дачу, там очень много мусора. Я хотела бы вывезти, это район Мерзлотки. Можно заказать как-то машину или как? Спасибо за звонок. В этом случае, вот, ваш оригинальный оператор что может сделать, как помочь? Так, ну, дачные, так, дачи это, скорее всего, соты выделенные, определенные соты, это тоже является как юрлицо зарегистрированное. Соту необходимо заключить договор с рекоператором, как юрлицо, и уже после заключения договора по заявке может произвести вывоз. То есть нужно обратиться к кому в первую очередь? В первую очередь, да, обращаемся в наш офис Курушова, 28, друг, 3, оригинальный оператор якутской кассети, подать заявление, приложить все необходимые документы. И вы можете помочь? Да, это все можно на сайте найти и... Ага, спасибо за ответ. У нас в студии еще один звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло. Доброе утро, говорите. Да, 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 мы вас слушаем. Говорите, задавайте свой вопрос. Я бы хотел задать вопрос якутской кассети по вывозу строительного мусора, который должен вывозить. Спасибо за звонок. Спасибо. Про строительный мусор я могу сказать, что это мусор, ну строительный мусор, он подлежит специализированному вывозу, конечно, и утилизации. Строительный мусор обязаны вывозить сами собственники, или же можно обратиться в управляющую компанию, ну, на территорию которой обслуживаете. То есть это не вы, да? Да, его нельзя выбрасывать в мусорные баки, предназначенные для обычного бытового мусора. А вообще вот строительный мусор вот самостоятельно куда стоит увозить тогда? Его принимает полигон мусорный на Вилюйском треке, МОП, жилком сервис, то есть его также принимает, ну, выдает талоны и прочее. То есть вывозить нужно туда? Да, управляющие компании, они обычно выделяют специализированное место для, допустим, вот для новостроек, там где строительный мусор образуется, выделяют определенное место, чтобы организованно вывозить уже накопившийся мусор отдельно от бытового. Потому что мусор, который, ну, эти шлакоблоки и прочие арматуры, которые находятся, да, не относящиеся к твердым бытовым отходам, они каким-то образом, если попали в мусорный бак, при погрузке они могут попасть в специализированную технику, то есть мусоровоз, который может привести к поломке, допустим. Понятно. Так, вопрос такой, да, вот, насколько активны стали жители при сортировке мусора? Наверняка вы замечали вот такую вот тенденцию. Да, позвольте мне ответить на этот вопрос. Мы очень стараемся следить за активностью горожан в этом плане, и можно сказать, что она увеличилась очень сильно. Это можно увидеть по количеству обращений к нам, в нашу компанию, как по части установки урн, установки урн в офисных помещениях. В общем, наши горожане очень заинтересованы в чистоте своего города, в раздельном сборе, и это очень отрадно видеть. Александр, поясните, пожалуйста, вот как выглядят ваши контейнеры? Мы знаем, что они цветные, да, а сколько вот там отсеков? В наших контейнерах два отсека. Один предназначен для приема картона, и во втором собираются пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Я еще слышала, чтобы положить в этот сектор картон, картон сам нужно очистить от скотча, бутылки пластиковые помыть. Это так? Да, желательно это сделать. Так второе сырье будет чище, соответственно, завод-переработчик будет перерабатывать более высококачественное сырье, соответственно, материал получится более высококачественным. А куда вы вывозите потом? Вы знаете, у нас в начале нашей деятельности это было некой проблемой, поскольку стоимость логистики достаточно высокая. И вначале мы собирались вывозить сырье на Дальний Восток, но анализ рынка показал, что Дальний Восток буквально утопает в собственном мусоре, и вывозить туда не представляется возможным. Поэтому на данный момент мы вывозим в Иркутск на завод-переработчик. И что происходит там? Что происходит с нашим якутским вторсырьем? Это вопрос, который интересует большинство граждан, потому что многие не верят, что вторсырье доезжает до завода-переработчика, а думают, что это оказывается на нашей вилюйской свалке. И наша задача показать, что это не так. Мы собираем нашим автомобильным парком вторсырье с предприятий города, с точек раздельного сбора, и в дальнейшем отправляем к нам на базу, где вторсырье прессуется в кипы. Кипы — это такие кубы весом примерно 500 килограмм. В дальнейшем мы грузим это на фуры нашего партнера транспортной компании и везем на завод-переработчик. А как часто вообще такой вывоз происходит? Вы знаете, сейчас объемы вывоза очень сильно возросли, потому что мы нарабатываем количество наших партнеров как по части установки уронраздельного сбора, так и очень много предприятий сами желают с нами сотрудничать. Поэтому сейчас мы вывозим в месяц около 150 тонн вторсырье. А вот я еще знаю, что нужно при покупке смотреть на маркировку продуктов, которые находятся в упаковке. Поясните нам, пожалуйста, что за маркировка, что за аббревиатура или буквы, знаки, что это? Да, это действительно важно делать, потому что есть маркировки, которые не подходят для переработки. Маркировка, она обязана быть указана на каждом продукте, который мы покупаем, и она определяет, из чего состоит упаковка, в которую упакован тот или иной продукт. Соответственно, некоторые маркировки подходят для переработки, некоторые не совсем. Это очень, кстати, важно по части пластика. Пластика это достаточно такая сложная фракция, не все типы пластика перерабатываются. А какие не перерабатываются? Не перерабатываются многосоставные пластики, такие как семерка, например, маркировка. Будьте внимательны, когда покупаете маркировку продукции в маркировке седьмой. А где это указано, вот эта семерка? Часто это указано на обороте любого продукта, который мы покупаем. Плюс, если вы заказываете еду, там тоже на упаковке обязана быть указана маркировка. Ну, в общем, всегда она должна быть указана на упаковке. Я еще слышала такое, да, что вот кроме картона, пластиковых бутылок, вы собираете отдельно, причем крышки пластиковые. Для чего? Да, крышки у нас собираются в рамках благотворительного проекта «Добрые крышки», средства, от которых в дальнейшем идут на помощь нуждающимся детям. Вот, например, уже двум детям из Якутии данный проект помог. С крышки собираются у нас на экостанции, экостанции у нас находятся на Вилюйском тракте. В дальнейшем они досортировываются нами и отправляются на завод-переработчик в городе Тверь. А каким образом это помогает? Откуда вот эти средства берутся? Что с ними делается? Завод-переработчик переплавливает эти крышки, получает с этого деньги, далее передает фонду «Добрые крышки», и фонд «Добрые крышки» уже на эти деньги осуществляет закупку нуждающихся необходимыми средствами. Вот вы сказали, что в последнее время люди стали достаточно благоразумны и активны в вопросе сортировки мусора. А что вообще нужно делать и что делаете вы, чтобы донести для людей, что надо разделять мусор? У нас вообще сейчас проходит достаточно обширная экопросветительская деятельность в наших соцсетях, плюс мы стараемся вести активную медиадеятельность, где только это возможно. И лично от себя могу сказать, что я рассказываю своим товарищам, коллегам, друзьям об этом и отрадно видеть, что многие задумываются и начинают применять это в своей жизни. Можно, наверное, мне кажется, ставить ваши цветные контейнеры во дворах школ, чтобы воспитывать детей с первого класса, что нужно разделять мусор. Да, тут я могу добавить, что оригинальный оператор с 2019 года, то есть как уже начали заниматься, то есть оригинальный оператор начал свою деятельность в школах, то есть по договоренности рекоператор проводит уроки экопросвещения. То есть уже с малых лет, то есть в младших классах начинаем уже объяснять, что такое раздельный сбор, для чего это необходимо и как это на выходе, какая польза от этого уходит. Насчет вот пользы, да, я вот видела в Инстаграме у вас, Александр, да, якутская экологическая компания, что покупки могут быть не только экономичными, да, но экологичными. Как этого добиться? Вообще это сделать достаточно просто. Просто когда идете в магазин, обращайте внимание на маркировку. В нашем Инстаграме вы можете посмотреть, какие маркировки подходят для переработки, какие нет. Поэтому сделать это несложно. И приходите со своим контейнером, со своими сумками и так далее, да. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей программе, за интересную, полезную беседу. Я думаю, что многие наши телезрители и радиослушатели задумались после этой беседы и будут разделять мусор. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Далее мы будем общаться с психологом. Доброе утро. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу. Постковидный синдром уже стал массовым явлением и частью нашей жизни. Я стала какая-то психованная, я все забываю, меня ничего не радует, говорят все, кто переболел ковидом. Переболевшие коронавирусом иногда даже в легкой форме жалуются на апатию, тревожность, депрессию. Как с этим бороться и как этого не допустить? Об этом нам расскажет психолог Надежда Васильева. Доброе утро, Надежда. Доброе утро. И, друзья, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию, задавайте вопросы нашей гости, психологу Надежде Васильевой. Телефон в студии прежней 32 00 11 32 11 66. Что такое постковидный синдром? По-другому его можно назвать астенический синдром. Он возникает у тех людей, которые пережили болезненное состояние, в частности ковид. И мы все знаем, что все переживают по-разному, и болели тоже все по-разному. Кто-то в легкой форме, кто-то вообще не заметил, но у него был такой диагноз. А кто-то очень тяжело и даже с летальным исходом. И от того, как человек это пережил, и даже независимо от того, как это пережил, у всех в той или иной форме проявляется вот это постковидное состояние. У всех? Выражается оно тоже по-разному. У кого-то быстрее проходит, человек быстро возвращается в нормальное состояние, у кого-то медленнее. Проявляется в том, что и физически, и психологически, и физиологически человек чувствует какие-то нарушения. То есть он не может долго восстановиться, прийти в норму. Физиологически какие могут быть реакции? То, что он постоянно утомляется. Постоянно, даже когда после отдыха он не чувствует себя отдохнувшим. Усталость, раздражительность, сонливость, нарушение сна. У некоторых сонливость, постоянно хочется спать. А у некоторых может быть, наоборот, бессонница. Люди перестают спать, и даже вроде как всё спокойно, человек выздоровел, все живы, здоровы вокруг, но человек нарушается у него сон, и он перестаёт нормально спать. Должение аппетита, плохо ест, вообще пропадает аппетит. Или обратная форма, наоборот, начинает очень много есть. А как понять, что это именно постковидный синдром? В чём отличие его от обычной усталости, которая бывает, когда болеешь? Обычная болезнь, она сопрождается всегда с усталостью, утомляемостью. Ещё есть психологические изменения. Вот то, что вначале вы говорили, тревожность повышается, страхи повышаются. Человек постоянно находится в напряжении, как будто что-то должно плохое опять случиться, и он как будто живёт в ожидании этого. То есть ковид, как стало известным учёным, которые исследовали его влияние на организм, он не только бьёт по больному месту, по больным органам, а ещё и привносит какие-то психологические изменения, вплоть до того, что нарушается характер человека. И он становится, если человек до болезни был спокойный, уравновешенный, весёлый, жизнерадостный, то после болезни он становится какой-то депрессивный даже. Депрессивное состояние тоже является симптоматикой постковидного синдрома. Если человек просто переболел каким-то гриппом, который был до этого, не коронавирусом, человек быстро приходит в норму и восстанавливается. Ну мы все болели когда-то гриппом, простужались, но это не носило вот такой отпечаток долгий. Мы не потом находились долго вот в этом состоянии восстановительном. Постковидный синдром отличается тем, что у него длительный период восстановления. И вот этот упадок, остыния, она очень долго сохраняется. Но не у всех, опять-таки, да, кто-то быстро восстанавливается всё равно. А у кого-то это вот очень долго, и таких людей много. Вот вы сказали, что вот этот упадок, эта апатия, она возникает практически у всех, кто переболел коронавирусом, причём неважно в какой форме, в лёгкой или тяжёлой, да. А всё-таки течение вот этого синдрома может зависеть от тяжести болезни? Может, да. И здесь надо ещё говорить, наверное, о характере человека ещё. Люди, которые оптимистичные, которые легко переносят вообще любые стрессы, и стрессоустойчивые, они всё-таки быстро с этим справляются. И даже если они чувствуют, что они какие-то уставшие, что у них упадок сил, они начинают что-то активно делать для того, чтобы быстро из этого состояния выйти. Люди тревожные, они болеют более в тяжёлой форме, потому что они застревают в этом состоянии, это состояние усиливает их тревогу, и вместо того, чтобы выходить из этого, они, наоборот, туда ещё больше погружаются. И, конечно, от этого физиологически, когда внутри очень много напряжения, это никак не способствует скорейшему выздоровлению, а, наоборот, усугубляет его состояние. Поэтому зависит всё-таки от характера человека, насколько человек быстрее переболеет и быстрее восстановится. Мне кажется, что оптимистом даже и вкусы обоняния быстрее возвращаются. А вообще, влияет ли на темпы восстановления образ жизни? Всё-таки, наверное, влияет, да? Влияет. Что мы имеем под образом жизни? Обычно здоровый образ жизни, все сразу думают ни пить, ни курить. Но на самом деле это ещё вообще отношение к жизни какое-то оптимистично. Если человек любит жить, любит всех близких, кто с ним рядом живёт, любит свою работу, вообще любит себя и получает от жизни максимум удовольствия, радости, этот человек оптимист. Это как раз и есть вот этот здоровый образ жизни, умение радоваться жизни и быть счастливым в этой жизни. А есть люди, которые постоянно находят какие-то причины, от чего бы погрустить, от чего бы расстроиться, на кого бы обозлиться, как бы вот это... То есть уходят в какие-то негативные переживания, хотя объективно может быть у него, в принципе, всё и хорошо, и дома, и на работе. И это зависит, опять-таки, от психологических особенностей человека. Вот. И негативное восприятие мира, оно, конечно, способствует тому, что человек, ну, болеет более тяжело и долго. Есть исследования научные, да, которые вот это подтверждают, что оптимисты болеют легко и быстро выздоравливают, а пессимисты, они вот в болезнь погружаются. Вообще отношение к болезни имеет три формы. Первый — это вообще уход в болезнь, когда человек говорит, о, я самый больной на свете человек, мне так плохо. Даже если у него просто насморк появился, он начинает от этого очень сильно страдать. Есть противоположное, когда человек отрицает болезнь, говорит, да вообще, он лежит в реанимации, говорит, да нет, никакого коронавируса, это вообще выдумки, со мной всё прекрасно. У меня банальная там пневмония, да? Да. А третье — это вот когда адекватное отношение, это вот посерединке, когда человек понимает все риски, связанные с этой болезнью, понимает, как это действует, и понимает, что от него конкретно зависит, для того, чтобы начать быстрее выздоравливать. А вот я, кстати, слышала, да, возвращаясь к образу жизни, что многие медики не советуют, да, переболевшим коронавирусом тут же начинают заниматься спортом, вот если они до этого занимались, там, спортом, физкультурой, фитнесом, неважно, да, ну, это как бы пагубно отразится на здоровье, да. Вы, как психолог, можете, что можете по этому поводу сказать? Вот если я, допустим, болела и хочу компенсировать вот эти 2-3 недели лежания на кровати, быстрее восстановить форму, прийти в себя, ну, это же, наверное, с одной стороны тоже как бы оптимизм. Вообще есть такая связь по поводу того, сколько у нас энергии и сколько мы движемся. Вот, допустим, когда человек сидит постоянно или лежит, он всегда уставший, потому что у него вырабатывается столько энергии, сколько он тратит. И в таком случае, ну, никак нельзя себя заставлять с одной стороны, да, что вот соберись тряпка, пошёл бежать в марафон, когда ты вообще лежишь и у тебя нет сил. Но в то же время надо чувствовать себя. Вообще, что такое астения? Это упадок сил. Я бессилен, у меня нет энергии, у меня нет ресурсов. Что надо делать? Эту энергию надо откуда-то брать и надо эту энергию восстанавливать. И физические движения обязательно нужны, но каждому по мере сил. То есть, если ты совсем ослабленный, конечно, тебе не надо никаких тяжёлых нагрузок. Но хотя бы пойти, походить, подышать в парке свежим воздухом, куда-то выехать на природу, просто походить, просто сделать разминку, зарядку без сильного какого-то напряжения, не до седьмого пота. Это будет плодотворно. Если ты более-менее себя нормально чувствуешь, нагрузку можно уже немножко повышать. То есть, надо чувствовать себя и идти к тому, чтобы всё равно физическая активность у тебя была. Потому что, чем больше ты двигаешься, тем больше ты тратишь энергии физически, тем больше у тебя этой энергии вырабатывается. Есть такая прямая связь. А когда полегчает-то вообще? Ну вот, опять-таки, индивидуально всё. То есть, если ты понимаешь, что, в принципе, всё в этой жизни проходящее, всё проходит, и это тоже пройдёт, и ты относишься к этому, ну да, постковид, ну да, мне сейчас тяжело, ну да, мне надо восстанавливаться. И ты делаешь всё для того, чтобы восстановиться. Это ты сидишь за питанием, возвращаясь к образу жизни, да, это физическая активность, это то, что ты даёшь себе отдых, расслабление, то есть, не загоняешь себя в какой-то напряжённый клубок того, чтобы проблемы, проблемы решать, решать, решать. А то, что иногда ты можешь выдохнуть, просто посидеть, попить там чаю, молока или что-нибудь вкусненькое, невредное, да, просто посмотреть небо голубое, птички поют, сейчас лето, выезжать на природу. Вот это очень важный фактор для того, чтобы получать ресурсы от природы, от отдыха, от расслабления. Что ещё? Ну, и психологически, конечно, мысленно себя настраивать на то, что это пройдёт, и я с этим справлюсь. Когда человек даёт себе такие установки, он даже неосознанно выбирает такие пути, с которыми дают ему возможность справиться с этим. когда человек внутри себя говорит сам себе, ой, это так плохо, наверное, я умру, многие вот этого же боятся, и действительно, этот ковид смертельный. Но вот эта установка, то есть, когда только такая мысль появилась, весь организм, и всё начинает работать как будто на это. Вот, и важно следить, о чём я думаю, как я вообще к этому отношусь, и тогда, то есть, если я чувствую, что плохо, я туда начинаю уходить, надо самому себя оттуда вытаскивать. Говорит, нет, я с этим справлюсь, это пройдёт, у меня всё будет хорошо. Да, если я сейчас тяжело себя чувствую, не очень хорошо, но я сделаю всё, что от меня зависит, для того, чтобы выздороветь. Я обязательно выздоровлю, я справлюсь. Самонастрой. Тоже хорошо работает. Что ж, огромное спасибо за полезные советы, за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи и отличного настроения. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ларина Сукуева. За режиссёрским пультом Мария Новгородова, Николай Слепцов. Всего доброго. До свидания.